Всем привет! Я вернулся, а это значит, что новости тоже. Без лишних предисловий предлагаю перейти к выпуску, благо есть о чем рассказать. Поехали. Всем, кто ждал возрождения ПК-гейминга с колен уже в апреле, придется подождать как минимум до августа. Именно тогда GPU от зеленых на архитектуре Тьюринг запустят в продажу аккуратно выставки Gamescom 2018. К слову, есть информация, что Ampere придет на смену вольте в решениях для бизнеса и без выхода на потребительский рынок. Вот так вот. В NVIDIA отметили, что на компанию оказывается колоссальное давление со стороны комьюнити, которое требует скорейших решений от производителя и стабилизации нынешней ситуации на рынке видеокарт. Вендор с попытками не спешит, ибо сверхприбыль от добытчиков криптовалют позволяет оттянуть время и не спешить с выпуском новых видеоскорителей для геймеров. Тема майнинга вплотную пересекается с другими новостями из мира железяк, поэтому не стоит удивляться анонсу материнской платы для виртуальных шахтеров. Тайваньская компания SAP OX готова закинуть в продажу специальную плату на базе чипсета Intel B250. Помимо прочего, плата поддерживает установку камней Intel Core 6 и 7 поколений, одного модуля оперативы DDR4-2400 и одного накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит в секунду или одного M.2. Новинку стоит ждать в ближайшее время по цене от 170 долларов США. К слову, пусть вас не огорчают такие частые инфоповоды о майнерах в новостях. Чем чаще проскакивает информация того или иного производителя, тем лучше. Это положительная динамика, когда вендоры готовы выпускать специализированные решения для определенных занятий. Больше девайсов для майнинга равно больше вероятность, что игровые девайсы наконец-то оставят в покое. Тем временем стали поступать известия о процессорах на архитектуре Zen+. В руки южнокорейских мудрецов попался неназванный восьмиядерник AMD Ryzen 7 2000, базирующийся на ранее названной архитектуре. Номинальная частота работы составила 3,7 ГГц, но самое интересное – это показатели частот в автоматическом разгоне. Они составили 4,35 ГГц, что очень близко к показателям флагмана Ryzen 7 2700X, но об этом чуть позже. Судя по проведенным тестам, новый процессор вполне способен составить конкуренцию многим нынешним собратьям. В большинстве тестов он показал превосходящие результаты над бланшами поколениями AMD, но в некоторых моментах уступал камням от синих. До официального релиза делать какие-либо выводы рано, но сейчас уже точно можно сказать, что это достаточно перспективный чип, у которого есть приличный такой потенциал для разгона. Кстати, вдогонку к новости выше. Пока корейцы тестируют камни, судя по утечкам, красные уже в апреле готовы запустить в продажу процессора из семейства Pinnacle Ridge, а именно AMD Ryzen 2000. В первую очередь готовятся 4 модели. Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X и Ryzen 5 2600. Разумеется, все они будут на архитектуре Zen Plus, поддерживать память DDR4-2933, а также 16 линий PCI-Express 3.0. В отличие от уже готовых решений Summit Ridge, нынешнее семейство значительно прибавит в частотах. Это позволит работать на 5% быстрее, чем Ryzen 7 1800X, но все еще не перегнать Intel Core i7-8700K, который обгоняет новинку на 7%. Флагман Ryzen 7 2700X вроде как должен поступить в продажу уже 19 апреля по цене 369 долларов. Вы должны быть в курсе, как те или иные мастера пытаются запустить процессоры восьмого поколения на старых материнских платах LGA 1151, а также добиться стабильной работы системы. С тем или иным успехом у них это получается. На днях энтузиасты опытным путем убедились в том, что связка современных CPU и старых плат вполне работоспособна. Участникам одних из популярных зарубежных форумов удалось разработать процедуру, которая позволит платам S-Rock на чипсетах Intel 100 и 200 серии работать с Coffee Lake S. Энтузиастам удалось протестировать Core i3-8100 на бюджетной плате S-Rock H110M HDS и в бенчмарке PassMark чипу удалось набрать 2215 очков, а в подтесте CPU Mark 8056 очков при частоте 36 ГГц. В принципе столько же, сколько i3-8100 выдает на материнских платах с чипсетом Z370. Но о полной совместимости говорить пока рано. Более мощные процессоры завести не удается из-за более высокого энергопотребления, а манипуляции с прошивками приводят к отвалу линии PCI-Express на любых платах кроме S-Rock, что как бы намекает на неработоспособность видеокарт в данном случае. И вдобавок ко всему отключение встроенной графики у Pentium и Celeron. В общем есть куда расти, будем держать вас в курсе, а пока переходим к игровым новостям. Не успела Ubisoft отпраздновать двухлетие The Division, как сразу же обрадовала всех фанатов игры не только roadmap, но и анонсом продолжения. Да, второй части игры быть. Над проектом работают 6 студий по всему миру. Естественно никаких скриншотов или видео нет, но что-то подсказывает, будто нам стоит ждать анонс продолжения на грядущей E3 2018. В последнее время разработчики активно взялись за проект и по всей видимости не собираются его забрасывать. Для всех, кто соскучился по апокалипсису в лице огромных толп зомби и выживанию среди них, у меня для вас очень хорошее известие. Разработчики второй части State of Decay поделились со всеми геймплейным видео их проекта. Также девелоперы рассказали о необходимости принятия важных решений по ходу игрового процесса, которые будут влиять на сюжет. Игра будет рассчитана на кооператив из четверых игроков, в наличии открытый мир, который в три раза больше, чем в оригинале, отстройкой своей базы и прочей приятности выживания в зараженной местности. Выход игры запланирован на 22 мая 2018 года на Xbox One и PC. Давайте я вам сейчас расскажу кое-что, а вы решите плакать от этого или смеяться. Отныне H1Z1, или в простонародье HZ, станет абсолютно бесплатной. Все, кто ранее приобрел данный проект в Steam, получат набор в благодарность с различными эксклюзивными штучками. Судя по всему, видающая онлайн и частичное безразличие разработчиков к своему проекту побудило их на такой шаг. Заглядывать наперед не хочется, но эта история очень похожа на ту байку с игрой Evolve, потенциал загубленный не самой лучшей реализацией, а также жадностью разработчиков. Делайте ваши ставки, господа. Две игры в Steam предлагают получить абсолютно бесплатно и навсегда. Amnesia A Machine for Pixie и Amnesia The Dark Descent можно загрузить на свой аккаунт и начать играть. Точно неизвестно, до какого числа продлится акция или же разработчики вовсе решили сделать свои проекты бесплатными навсегда. Несмотря на давний выход, игра по-прежнему способна напугать до сердечного приступа. Если кто-то не успел ощутить все прелести одного из лучших представителей в жанре хоррор, самое время наверстать упущенное. Activision анонсировала новую часть игры во вселенной Call of Duty Black Ops под номером 4. Куча мужиков в экзоскелетах и пулеметами наперевес. Справедливости ради стоит сказать, что последний проект франшизы, повествующий о реалиях Второй мировой войны, был принят игроками теплее, чем предыдущая часть того же Black Ops. Увидим ли мы что-то новое в грядущем проекте — вопрос риторический. Но, в любом случае, и так купят. На этом все. Рассказывайте друзьям и подписывайтесь на канал. Увидимся уже совсем скоро.